здравия дети рода человеческого фильм с которым я вас познакомлю посмотреть необходимо каждому человеку его сотворили простые ребята из донецка я это знаю творец сей бомбы дмитрий зодчий видимо подглядел замочную скважину за устройством реальности после пережитого им трансцендентного опыта какого возможно он когда-нибудь расскажет об этом сам если выйдет из сумрака исходы шарада возрастное ограничение 6 минус когда с плюсом значит смотреть после шести лет а когда с минусом то значит за шесть лет до рождения смотреть можно и так весь фильм лично я когда смотрел в первый раз то останавливал возвращался и слушал заново все начинается с шахматной партии между мальчиком лет 10 12 и незримым противником парнишка играет за черных и у него всего одна деревянная пешка а противник играет прозрачными фигурами и они в полном составе играют они не по шахматным правилам и в конце черная пешка перескакивает через все поле королю и по всей видимости парень выигрывает ту партию весь фильм пронизан неоднозначным символизмом и этот эпизод не исключение основной посыл на мой субъективный взгляд таков невозможно выиграть невидимого противника играя по правилам игры что наша жизнь игра потом приходит его мама с работы и говорит ему что нужно ходить в школу работу и тому подобное объясняя его дальнейший сценарий жизни навязаны системой но на переменах общине с ребятами и игры в конце концов вчера они играли в плюшки как это кто дальше плюнет если я буду заниматься ерундой и думать о всяких зарплатах и не успею сделать свое важно и меня засыпать землей и парнишка по его далеко не детским рассуждениям занимается важно а именно саморазвитием и творчеством разжигая в себе искру творца вечером он засыпает с книгой в руках не с гаджетом а с книгой аргентинского поэта и философа шестидесятых хархе луис борхеса который был признан свое время классиком а последние свои произведения он сочинял слепой ему снится джокер с которым связан образ старшего козыря бьющего либо заменяющего любую карту в игре образ того шута противоречив в нем есть добро и зло три шестерки это число зверя колесо сансары как движение по кругу промелькнул символ серы в алхимии но перевернутый лестница с 13 ступенями слева рыцарь ордена тамплиеров а справа самурай с я таганом джокер показывает два раза три пальца ассоциируется с 33 градусом посвящения в масонстве пульсирующее солнце и отзеркаленная надпись шрифтом брайля которая гласит свержение лжи и торжество правды символ знамя мира как единство прошлого настоящего и будущего в круге вечности но этот символ гораздо древнее чем предложил его николай рерих а это для меня выход сущности или души из физического тела переход на следующую ступень мироздания на следующий уровень матрицы итак на новом уровне появляются новые персонажи есть кто живой есть что живой и что живой всяких полно живых мало чего так кричать это скомаро образ того же шута что и джокер оглядываться вверх можно лишь двигаясь вниз эта сцена вырезана бесконечной версии фильмы опаньки солнце это лампочки так а себе заказывали прокачу с ветерком москва кассиопе помните такой фильм это несбывшаяся мечта несчастного космонавта родившегося в ссср не мы такие суровая пародия на современную космонавтику время такое не мне ли обещали и на марсе будут яблони цвести и что не марса и яблок ну чё прокатил тебя космонавт по кольцам сатурна он всех бы покатал только уже никто никуда не едет приехали подыскивать дерево нужно с молодым а то самое лучшее по захватывает тех кто по шустрее ты не мог бы мне дать чего-нибудь поесть да не мог бы мне дать всем дай займи ваша дай чуть шахту не загнала не могу поверь я ж не для себя тут во всем строгий учет везде должен быть порядок пойми мне не жалко но ношу бывает этот образ обезьяны на дереве олицетворяет эгоизм как один из маячков сигнализирующих откат человечества прежде думай куда бросаешь да и времена не те пришла пора собирать камни а не разбрасывать спрашивай что это за место куда я попал в лишний ярус надстройка над миром здесь живут смыслы я правильно иду в том направлении если идешь уже правильно неправильно стоять и никуда не идти все кто идут непременно придут куда нужно предупреждаю от кого попало комплименты не принимаю много вас шастает а я одна но я и не собирался делать комплименты что статуя свободы это древнегреческая геката богиня луны преисподней магии и колдовства еще ее отождествляют с артемидой селеной изидой она же иштар а здесь статуя в исламском хиджабе как образ изиды под покрывалом этой богине пекла служит в селу на поклонники и поэтому имен у нее много а она у вас одна идешь а стоит ли оно того стоит а о последствиях задумывался может вернуться пока не поздно ноябрит эх ноябрит бнейбрит или сыны завета это масонский орден основанный в 1843 году в нью-йорке является одной из наиболее известных и старейших еврейских общественных организаций имеет отделение в сорока странах надеетесь на желтый камень пииииии желтый камень это не золото а скорее уран как образ ядерного оружия существование которого тоже под вопросом и надеяться на это не стоит мы переберемся жить к вам готовьте хлеб соль славяне из Украины выплясывают под еврейскую хава нагилу перебрались уже а веришь ли ты теорию заговора так как видят в нее твои слепые соплеменники мы повсюду расставили легионы пастухов конспирологи и эзотерики маги и целители аналитики и политологи все средства массовой информации в руках сынов завета и тут я зашел в тупик когда увидел на экране левашова я написал вконтакте режиссеру дмитрию здравия тезка мое имя тоже дмитрий мой тенистский поклон за сей шедевр скажи по какому принципу в фильме ты подбирал говорящие головы пастухов на экраны телевизоров если честно мне это не дает покоя благодарю тебе кто бы ты ни был и он ответил вечер добрый дмитрий да не то чтоб прям по принципу скорее из мелькавших для меня в то время мелькали б другие были б другие ну и этих достаточно для создания образа я благодарю тебе светлый человек фух отпустила это была первая ловушка в этом фильме для моего разума каждый из них работает не покладая рук придумывая новую правду все для вас все ради вас выбирай кем хочешь быть обманут одной части стада мы рассказали о гнусных и жадных банкирах которые хотят поработить отобрать газ и нефть землю и деньги только все это вы отдали давно как можно отобрать то что вы отдали сами добровольно другой части стада мы сказали вы умны и продвинуты неужели вы поверите в чушь про теорию заговора посмотрите как смешны те верите и бараны и пока вы с пеной у рта сражаетесь друг с другом настоящий заговор остается в тени и работает без всяких теорий как часы тик так прав ли я богиня ты всегда прав достойнейший сын завета ну вот она и сама назвала его сыном завета беги беги бежать то некуда все дороги ведут в рим я бы сказал что все дороги ведут в ватикан в общем нашему герою предложили быть их королем а он убежал далее показан ряд цифр смысл которых пока не понятен пишите нумерологи уверен знаешь куда идешь но указатель все вот уж и прут по указателям не зная дорог не задумываясь кто поставил указатели зачем поставил и куда они приведут и ты ж не все появляется наставник который будет сопровождать идущего я что умер смерти нет мы между на другой частоте отсюда все хорошо видно любая ложь здесь на выворот ничего не скроешь давай подкрепимся но туда и не пойдем нас ждут иные пути две сухие рыбы в точности повторяют знак зодиака рыбы и символизируют окончание эры рыб и начала эры водолея который появится позже хотя каждый образ трактуется неоднозначно в этом фильме понимаешь у нас две беды дураки и дороги а еще есть одно горе когда дураки указывают дороги рожденные пол за страсть как любят учить летать употребить до начала битвы конца все просрочено битва конца уже началась в наших силах ликвидировать вообще всех ну в чем тогда будет наш смысл кем управлять и при помощи кого осуществлять план ты столько лет над одеялом а так ничего не дошло появляются новые персонажи с оглядатой который пасет нашего героя и наставника в течение всего пути и вознится в кабинете которого на древе миров знак криптовалюты биткоин как символ цифровой колонии это что? ты будешь моим учителем? учителя это низшая форма передатчиков знаний тот бред что кишит в их головах и знаниями то не назовешь они читают и заучивают не понимая смысла приучают к системе заглушают сердце и заставляют слушать желудок избегая их они заразны передатчики знаний? выше стоят преподаватели их задача преподать урок преподать обрисовать беду до того как ты столкнешься с ней надо всеми возвышаются наставники они создадут проблему и наставят на пути ее преодоления передадут самые ценные знания ничего не требуя взамен там были там были грабли это я их подложил но мне же больно ты получил шишку на лоб и опыт за плечи шишка пройдет а опыт останется задача наставника не рассказать как избежать беды а наставить на ее преодоление но и на самом верху изобретатели они ничему не учат они заняты обретением ИС а про изобретателей лично для меня это было откровение в действительности все не так как на самом деле появляется тозорный он стяжает смыслы разговаривая с пульсирующим солнцем не грусти даже если кажется что происходящее ужасно и невыносимо все пройдет зима не вечная льды растают реки восполнятся на последнее время на последнее время оставляют самых сильных тех кто способен вынести все что задумано жди и будь готова Чего делаешь? за муравьями слежу чтоб не ссорились подмени подмени скоро буду следи в оба а здесь показан образ нашего человейника за которым наблюдается вышнего яруса к кому спишь? себе то есть не сплю спишь спишь все вы спите а я давно предлагал установить для новичков поясняющие таблички восхитительная система ловушек и препятствий мелкие на каждый день и для каждого крупные для времен и цивилизации аттракционы невиданной подлости фестивали просроченной жадности оглушительная какафония из любви и ненависти трусости и героизма станьте участниками грандиозного оркестра бесконечно настраивающего свои трубы но так никогда и не начинающего играть что-либо внятное и гармоничное все музыканты оркестра увлечены погоней за блестящими бессмысленными штуковинами а появляется архал кто это такой объяснят дальше руна альгиз концами вверх значит с миром вниз со злом это символ того что добро и зло имеют один исток так или так не помню на словах просили передать в верхней планке больше нет противостояния голубой и красный объединятся в нижней желтый и синий притворятся врагами но тоже пойдут вместе в средней фиолетового ждет гибель из-за зеленого к этой разноцветной шараде мы вернемся попозже тоже мне открытие все это и без них знаем передай пусть лучше воду не отнимают и так обложили со всех сторон земли полно воздух почти весь у вас огонь сами тушите еще и воду не отнимать не вздумал в лягушку превращу и в париж отправлю чихали мы на ваши парижики пули в канцелярию и про воду не забудь это не просьба чихали мы на ваши парижики данное время актуально трактовать как пандемию так называемого барановируса хо-хо какие человеки одежду на тремпер очередной последний и ты в это веришь София всех дочерей потеряла вздор все дочери живы тебе видней кто такая София я не понял ну чем богаты мы люди не горды нет хлеба подавай пироги да какие там пироги простых абрикос не едва тема запрета на абрикосы очень часто сквозит в картине мальчишка посыльный с верхней планки тоже уплетал абрикосы за обе щеки трактовку объясню позже я тоже когда-то живым был а теперь вон кроссворды решаю правитель бездарно проигравший страну шахматы пять букв по вертикали Венин? да нет не подходит гроссмейстер думал с ним шахматы играли это Путин и его вертикаль власти какие новости да какие новости налаживается все потихоньку лет семь назад отменили отчество на днях вышел закон отменяющий имена каждый получит персональный номер теперь удобно будет а то ходила куча одинаковых Андреев, Татьяна, Степанов результаты войны пересмотрели всему миру показали что мы мирные и дружелюбные теперь вместо дня победы будем отмечать день примирения позавчера закрыли последнюю больницу они нам больше не нужны так как с нами светлейший болеть больше не будем а что это за звуки? похоже на взрывы это война на западном входе на диванах лежали вставать не хотели пусть теперь сами воюют главное что у нас тихо Вот так и живем. Главное, что у нас тихо. Мальца позывной, как записывать? Сга. Божья искра. А за окнами сыпучая, снохвалящая пурга. Сги не видно. Знать бы к случаю, что на такое Сга. Сга – это небольшая петелька-крючок на дуге у ведущей лошади, на которую вешали колокольчик. И если его не было видно, то и говорили – не видно ни Сги. Да как-то был холоден с ним. Я думаю, вы друзья. Мы могли бы у него в сторожке переночевать. Когда-то казалось, что друзья. Но вмешалась госпожа жадность, а за ней прискакал товарищ обман. И оказалось, что дружба просто оказалась. Переночеваю в лесу, в речке, на земле. Земля не обманывает. Он что, обокрал или обманул тебя? Что-то вроде того. Я зла не держу. Ну и с открытой душой к нему уже никак. Вот негодяй! Нужно было отомстить ему. Желающий мстить должен рот две могилы. Тому, кому мстишь, и себе. Месть вообще-то женщина нехорошая. С ней лучше не связываться. Я не понимаю. Почему не рассказать все это людям? Пусть все знают, как устроено. А никто не поверит. Более того, рассказывая правду, рискуешь быть объявлен дураком. Ведь и тебе нет высшего образования или ученой степени. Ну вот, знай и молчи. Сдержай смысл и расставляй вокруг. Вон светлячки. Они все знают, но молчат. Светят вовсю. Стараются. Держатся до подхода основных сил. И ты держись. Отойдем-то, поглядим! Хорошо ли мы сидим! А на заднем фоне Кремль горит. Держи. Это что? Это лук. Я знаю, что это лук. Так ешь молча, что спрашиваешь? Просто так? Ну хочешь, можешь танцуй и подпрыгивай, как пожелаешь. Свой, такое его имя, наставляет сгуб быть непривередливым пищей. И, как говорится, не жалеть живота своего. Прямо все время совсем ни о чем? Да ерунда всякая. Какие-то наставники, муравьи. Бред, в общем. Как раз то, что глупцы считают бредом, и является наиболее важным. Вот и наблюдай. И понимай, о чем они там ведут. Муравьи. Меня больше интересует, что говорит мальчик, а не этот затерявшийся. Придумай легенду. Преобразись, наконец. На жалость больше дави. У этих сострадания хорошо развито. Они моченикам любят. Приквати! А сейчас наглядно было показано, как на него повлиял звук высокой частоты. Вот вам и намек на оружие против низкочастотных сущностей. Проверка документов. Предъявите паспорта. А с чего вы взяли, что у нас есть паспорта? И вообще, что они нам нужны? То есть как это? У всех есть паспорта? Абсолютно у всех. Возможно, они нужны тем, кто ничего не знает о себе. Уверяю вас. Мы совершенно точно знаем, кто мы, откуда мы и зачем мы. И нам не нужны бумажные напоминалки о себе. Нет, ты видел эту новость? То есть вы приглашаете нас к себе в гости? В гости, в гости. Простите, что только там разберемся. А здесь Архал наблюдает за тем, что происходит в колонии под куполом. Солнце-фонарь мы уже ранее видели. Пазлы складываются. Простите. Запомни. Запомни важно. Все, что нальет. Ловушка. Все, что на выбор раствор. Заподняй. Уворачивайся, уклоняйся Из двух предлагаемых вариантов всегда выбирай третий Заставляй отбросить монету Бросай так, чтобы она стала ребром Не бери ни хорошее, ни плохое И щепляй Если требует сделать его, мы что-то пробуем Выбирай любовь Любовь спасет мир, понятно А ну пошел Отставить! Тихо-тихо-тихо, граждане, стабилизируемся Все мы патриоты, давайте не ссориться Вы не арестованы, а гости нашего славного города Ну зачем ты его дергаешь, зачем? Я чиню! Зачем? Работает оно как-то, и пусть работает Ты забыл, каким трудом нам досталась стабильность? Я чиню! Что за народ? Постулат надежности гласит Все, что может сломаться и подвести, сломается и подведет Я бы не рекомендовал произносить вслух такие вещи О, это не дом, малыш, это дворец Дворец мыслителей, гордость столицы Лучшие умы современности состязаются в нем в остроумии и мудрости Решают, как обустроить колонию И по заказу светлейшего разрабатывают новую государственную идеологию Наши гости посетят конференцию, а после проводить их смотрящими У завхоза на груди цепь с амулетом в виде треугольника с вершиной, направленной вниз А это масонский символ Масоны сочиняют нам идеологию А жителям колонии запрещено по статье 13 Конституции Российской Федерации Разрабатывать себе самим идеологию Все показано, как есть на самом деле Где? Укажите нам отечество отцы, которых вы должны принять за образцы А я вам говорю, господа Жизнь простого человека должна стать базовой ценностью Приоритете, уровень и качество его жизни Доступна всех без исключения социальных благ Все, кто это затевают, затевают вот это все Этим людям я адресовываю Да играйтесь! Ну, за здравый смысл, не текай! Похоронен давно здравый смысл Товарищи! Изобилие возможно только при социальном равенстве И общественной собственности От каждого по способностям К каждому по потребностям Наши! Вот секрет счастливой жизни! Да ну его мать не хай! Незимный от прав и личная свобода Человека и гражданина Моё! Вот идеал! Счастливой, сытой жизнью! Да ловит шалутаторам! Уважаемые! Вы забыли, что кроме моё и наше ещё есть своё Совместное бытие Общинное устройство Артельный принцип производства Круговая порука За вино одного отвечают все Но и все разделяют успех каждого Не лживое наше и уродливое моё Но гармоничное своё Что? Ты что такой? Профитер! Академик! Да играйте! Учёных цепень есть? Всё? Ничего не ма? Добро пожаловать отсюда! Варенье абрикосовое Только для старшего командового состава Подмосковные вечера Сколько раз говорить, чтоб без стука не входили? Это что за шушера? Завхоз велел доставить задержанные без паспортов Ааааа Нарушаем значит Так сказать бросаем вызов Мы ничего не бросаем Просто идём Очень интересно А куда идём? Вы про Варвару без носа услышали? Здесь я задаю вопросы Почему паспорта не оформили? Они нам не нужны Зато нам нужны Вот и оформляйте себе, кто ж не даёт Бунтуем, значит Здесь каждый должен быть учтён Система сложнейший механизм Самодеятельность недопустима Ты забыл, какой ценой нам досталась стабильность? Мы под вашей стабильностью не подписывались И вашей системы не принимали Что? Ты чего себе возомнил? Кто ты такой, чтобы оценивать систему? Думаешь, там наверху дураки сидят? Я думаю, наверху сидят полнейшие кретины и редкостные подонки Что? Этого на подвал мелюзгу высвернут за пределы города И тут наш избранный проявляет чисто человеческое качество Он остаётся вместе с наставником Тоже хочется Первый раз вижу, чтобы человек сам в тюрьму рвался Ну что ж, посиди На подвал обоих Надпись на заднем фоне Кровью захлебнётся Тот, кто усомнится В нашем миролюбии Ибо милосердие наше Беспощадно Что наша жизнь Игра Я вообще ничего не вижу Паста за что? Узник, несущий свет Вроде с виду приличные люди Небось усомнились В верности курса на ещё более полную стабилизацию Просто паспортов не имеем Понятно Харагму не хотим принимать Чего? Ну, печать, зверя Похвален Только бестолку Это почему же бестолку? Ну, а как вы там без паспортов Харагму Не купить, не продать Пустым же утром долго не протянешь Всти всё даст сама Можно грибами, ягодами запастись Овощи, абрикосы те же Тише Забудь это слово Какое? Ну, вот это Последнее Которое ты имел Неосторожность произнести Абрикосы, что ли? Тут паспорта не требуется Сиди себе Да сиди Некогда нам сидеть и скучать И как нам теперь выбираться? Да очень просто По ступенькам Поднимаетесь И выходите Сквозь двери и замки Да Попадающие сюда Даже подумать не могут Что выход открыт Надо же Так а ты почему не уходишь? А зачем? Живому человеку везде тюрьма Что в камере Что там наверху Здесь сердце Ничем не успокоится Я домой хочу Жду Когда заберут Тема живой-неживой Паспорта Упразднение имени Метка зверя Тянется шлейфом Через весь сюжет С нашего молчаливого согласия Нас это ждет буквально на днях А выход рядом И двери мы свои открыть можем сами Но нет Сидим в тюрьмах Под названием Моя квартира Ибо нам указали Как баранам Нас стоило Опять таки С нашего же Молчаливого согласия Слушаю тебя Но времени у меня Мало Времени у всех мало У меня еще меньше Говори Балансы нарушены Вы переусердствовали Медведь при смерти Ни о какой игре в таком состоянии Речи быть не может Я понимаю что такое сценарий Но вам самим разве интересно Играть с мертвым противником Что предлагаешь ты Вернуть медведю часть силы Убрать из управления Всех этих недоумков Созвать смыслоносцев Расставить И играть по настоящему Предложение интересное Но ты же понимаешь Что решение Принимаю не я Но сообщить И повлиять на принятие решения Ты можешь Архал в образе Христа Вещает между двух Масонских столбов Стоявших при входе В храм царя Соломона Я подумаю Взамен Отдай мне мальчика Может тебе еще и назначение Отдать Никаких взамен Вот наглость Конец связи Так это назначение А я было подумал Что достижение Это уже ловушка номер два Для моего разума Мы прерываем Культурные посиделки На ежевечернее обращение Светлейшего резидента Устройтесь Удобнее Не думайте И представьте Что-нибудь хорошее Выкинь Зомбоящик Дорогое население В истории нашей колонии Было немало Трагических страниц И тяжелых испытаний Мы все ожидали Перемен Перемен к лучшему Хочу Чтоб меня услышал Каждый Меня не покидает Уверенность Что вместе Мы обязательно Преодолеем Все трудности Фильм снят На реальных руинах Донецка После известных событий В мрачных тонах Трилогии Матрица Но есть в нем Лишь один цветной момент Где показана Любовь У нас ЧП У нас ЖП У нас ЖП Куда они направились Точно не туда Куда направляетесь Вы В твоих интересах Рассказать все Что ты знаешь Я много знаю Долго рассказывать Мне домой пора Наших зрителей Волнует Что же происходит Чего ждать Обосрение отношений По всем фронтам Обстановка требует Детального анализа Как же быть Ответ очевиден Утвердить белый флаг В качестве государственного И жить припеваючи Консолидироваться можно И вдвоем И по вечерам И на костылях Вопрос в другом Наступит ли Новый год А почему в колонии Одни руины А у них все так В головах руины В сердцах руины И снаружи Одни сплошные руины Никто ничего не строит Только проедают То что построено до них Главное что всех Эта разруха устраивает Лишь бы стабильно Как бы что ни вышло Вот девиз эпохи вырождения Дважды на протяжении фильма Появляется вот такое сообщение Что весьма странно Для простого фильма Но ведь это не простой фильм Была погоня за беглецами Стрельба И пуля настигла нашего избранного Сга при смерти И в него видение образов апокалипсиса Снова эта девочка ангел Над покрывалом облаков Всадники апокалипсиса Ждут сигнала Она трубит И всадники срываются с места Сга видит пришествие Коронованного антихриста Или Машиаха Архал Архал ремонтирует нашего избранного У него на поясе пряжка А на ней символ Две буквы Альфа и Омега Вписанные друг в друга Это сочетание первой и последней букв Греческого алфавита Которые являются символами Бога Как начало и конца всего сущего В книге Откровения Иоанна Богослова Бог говорит Я есмь, альфа и омега Начало и конец Первый и последний В общем Архал это представитель тех человеков Кого наши предки называли богами Это тот, кто достиг в своем развитии Уровня управления материей Природными и космическими явлениями И нематериальной формы Существования для перехода Межъярусов матрицы мироздания Ну как он? На вылет Отремонтирую Жить будет Чего нарядился? С толпой слиться? Никак бредовая идея с головы не хочет Я много раз объяснил Все устроено абсолютно правильно Все работает на исполнение замысла Ты не сможешь ничего подкрутить Я не смогу сидеть сложа руки И молча наблюдать, как они мучаются Нужно хотя бы попытаться Хотя бы попытаться Пусть там внизу хотя бы попытаются Все нити оттуда Пусть они хотя бы вот настолько попытаются И поймут ради чего все это Тогда все в один миг преобразится А это обращение к нам Сидящим у своих мониторов Я должен сделать, что должен Ну Свободу выбора пока не отменили Делай, что хочешь Присмотришь за малым? Конечно И не только присмотрю Слушай Он там в шахматы Любитель черно-белое совать Ты объясни, что не нужно И научи в силы играть, хорошо? Черно-белое Это масонская символика И все, что на выбор из двух Это ловушка Ранее пульсирующая Солнце нам уже поведала Смотреть нужно шире Чем черно-белая плоскость Добра и зла Ты это Увидишь своих Кланяйся нашим Увидишь своих Кланяйся нашим Про то, что такое свое Пояснял свой В сюжете из Дома Мудрецов Где они спорили про мое и наше А кланяйся нашим Означает почитание предков Слава богам и предкам нашим Ты в моей полной власти Будем лепить из тебя человека разумного А сейчас я что, неразумный? А сейчас Ты дитя сердечное и любознательное Но введенное в заблуждении мира сложности Видишь кошку И я вижу А ее нет Видишь вокруг смысла И я не вижу А они есть Я здесь вижу Отсылку к иллюзорности нашего мира То есть реальность у нас в голове Вселенная существует Лишь при наличии наблюдателя Короче Мы сами вершители Своей реальности Свой пошел что-то там подкрутить И стоя на руинах колонии Он достает часы в виде планеты А на циферблате Знаки зодиака И стрелки показывают Без пяти минут Эра Водолея Пора Мне кажется, скоро война И что? Страшно Война нормальное состояние мира Привыкнешь Без войн мы бы давно вымерли все Как это? А вот так это В мирное время мы жрем, спим Все в норку тащим Главное перестаем чувствовать вечность И превращаемся в свиньи А лечится свинение только войной Когда она приходит, все расцветает Живо вспоминаем Кто мы и зачем И снова начинаем слышать волю неба Ну а все-таки Как думаешь Будет война? Нет Будет борьба за мир Но такая Что камня на камне не останется Значит, говоришь, любитель шахмат А что плохого в шахматах? Ничего Кроме того, что шахматы Это ловушка для ума и сердца Геополитика Нет никакой геополитики Но это отсылка к всевидящему оку Те, кто управляет ветрами Заставляют верить в этот миф В контроль над плоским пространством Псевдоборьба за псевдополезные Псевдоископаемые Север, юг, запад, восток Двойка, четверка, наземная А мир-то у нас Трехмерный Поэтому выкинь шахматы с головы Прежде нужно знать настоящие игры В которые играет противник Что это? Это силы Игра, в которой отражено все Что происходит в мире на самом деле Правда, вместо доски Противник играет на умах и сердцах По всей планете Но суть та же Расстановка шести сил Красный лев Желтый дракон Зеленый конь Голубая волчица Синий орел И наш фиолетовый медведь Каждая сила по очереди Совершает три хода Задающие, определяющие И завершающие Побеждают то одна сила То другая Победитель на время Получает благоденствие Проигравший Так же на время Погружается в разрушение И так партия за партией Одни силы Объединяются против других Каждый раз В новом составе Гремят барабаны войны Визжат революции И все на этой доске Управляет игрой Незримый дирижер Кажется, я понимаю Это называется информационная война Не совсем так Любая война Всегда и только информационная Но война на умах и сердцах Невидима Поэтому стреляют пушки Свистят пули Чтобы люди точно знали Что идет война На самом деле Оружие в войне Вовсе не нужно Сражения идут При помощи смыслов Народы умело Стравливаются И игра идет Тебе нужно научиться Различать в окружающем шуме Что происходит на самом деле Предугадывать ходы противника И выстраивать свою игру правильно Я буду играть за медведя? Ну надеюсь Если не соблазнят иные За последней партией Медведь растерял все, что можно За стол садить некого Не то что сражаться Кругом одни менеджеры Да аналитики Вот она Суровая суть замысла Управляет игрой Незримый дирижер А нам нужно научиться Различать в окружающем шуме То, что происходит На самом деле Вот так расклад Игра идет на доске В форме печати Давида? Давайте разбираться У этого символа Много названий Маген Давид Переводится с иврита Как щит Давида Звезда Соломона И печать Соломона Печать Давида Пентакол у греков Гораздо ранее Печать Вишну в индуизме И еще ранее Это звезда Велеса в ведизме Кроме того Знак известен под более Общим названием Гексограмма Одни считали знак Олицетворением Бога Другие находили Взаимосвязь с сатаной А третьи верили в то Что он помогает Постичь тайные знания У шумеров Гексограмма Олицетворяла Богиню Иштар Для Ближнего Востока Белую Лилию В индуизме Знак изображал Сердечную Чакру Анахату Чакру Любви По еще одной Индийской трактовке Коих очень много Это слияние Созидающего И разрушающего Начал Также Одно из древнейших Объяснений Алхимиков Это олицетворение Четырех стихий Земли Огня Воздуха И воды Там Четыре треугольника Складываются В гексограмму Христиане Видят в шестигранном Знаке Модель Мироздания Ведь Бог Создал Землю Именно за Шесть дней Но некоторые Христиане Боятся Этого знака Ведь по одному Из предположений В гексограмме Скрывается Число Зверя Три шестерки В исламе Гексограмму Считали Признаком Богатства И процветания Самая Древняя Ведическая Трактовка Такова Это символ Гармонии Между мужским И женским Солнцем И луной Навью И явью Тонким Миром И плотным Светом И тьмой Треугольник Вверх Это женщина Треугольник Вниз Мужчина Не видя тьмы Невозможно Познать Света И это Други мои Звезда Велеса Теперь Щит Давида Признанный Иудейский Символ Но всегда Ли так было На самом деле Большую часть Времени Эмблема Не имела Для евреев Особой ценности В иудаизме Знак Использовался В качестве Декора И встречался Лишь на посуде Или минорах Подсвечниках Позже Он стал Появляться На синагогах А со временем Даже на надгробиях Национальным Атрибутом Для евреев Давидов знак Стал лишь В 18-19 веках Утвердившись Так же В качестве Символа Иудаизма Почему Звезда Давида Так называется Согласно Легенде Жил В первом веке До нашей эры Иудейский Царь Давид Который Использовал Звезду С шестью Концами В качестве Личной Подписи На иврите Имя царя Писалось всего Из трех букв Далит Вав И снова Далит Буква Д изображалась В виде треугольника В общем Он ставил Свою подпись В виде Двух Перевернутых Треугольников И получалась Гексограмма Отсюда Печать Давида По другой версии У его армии Были щиты В форме Гексограммы Отсюда Щит Давида Ну и название Маген Давид Но ведь Гексограмма Появлялась В культурах Разных народов Задолго До евреев Начиная Самых древнейших Цивилизаций Внешний вид символа Оставался прежним А вот суть С течением веков Трансформировалась На тибетском ковре 1200 года Совместное использование Шестиконечной звезды И свастики Очень распространено В индуизме Поскольку Оба эти символа Принадлежат Древним ариям И использовались Повсеместно Почему так подробно? Потому что Некоторые Увидев Так называемую Звезду Давида Ассоциируют Сей символ С евреями Забывая про то Что те сами Его позаимствовали Из глубины веков О том Замысел Чтобы правильно Символы Расставить А чтобы Это сделать Надо те символы Читать правильно Изначально Расстановка Шести сил Красный лев Красный лев Это Англосаксы Желтый дракон Желтый дракон Это Китай Ибо дракон Их символ Зеленый конь Зеленый конь Это арабский скакун А значит Мусульмане Голубая волчица Голубая волчица Это Ватикан Потому что Капитолийская волчица Это символ Рима Надеюсь Все поняли Почему волчица Голубая Синий орел Синий орел Это Америка Со своим Двуглавым орлом И наш Фиолетовый медведь Фиолетовый медведь Это Россия А фиолетовый Потому что Цвета на флаге РФ Белый, красный и синий В сочетании Образуют фиолетовый цвет А теперь Вернемся К радужному пророчеству От любителя Абрикосов В верхней планке Больше нет противостояния Голубой и красный Объединятся Ватикан Объединится С англосаксами В нижней Желтый и синий Притворятся врагами Но тоже пойдут вместе Китай с Америкой Притворятся врагами Но тоже пойдут вместе В средний Фиолетового ждет гибель Из-за зеленого Россия Ждет гибель Из-за мусульман Тоже мне открытия Все это и без них знаем Потом не говори Что я не предупреждал Что это? Это то Что ты добыл Несправедливо Не тебе о справедливости Вякать Надеюсь здесь что нужно И мне не придется Тебя снова искать В следующий раз Могу повредить окончательно Что не родилось То и не умирает Свободен Свой силой взял У соглядатая Ключ к вратам Междумирия Он все-таки Намерен подкрутить Все жалуются На отсутствие денег На отсутствие ума Никто Ловушки видны Только со стороны Находясь внутри ловушки Не увидишь ничего Внимательно смотри Вокруг И различай Задавай вопросы В пустоту Каждый твой вопрос Должен начинаться Со слова Зачем Только постоянно Спрашивая Зачем Можно выйти По цепочке На самый верх Главной тайне Разгадав Которое Все остальное Станет понятным Ты говорил Что воюю с мыслами Как это? За пределами Смысла На них Все внизу держится Смысла Невидимы А вот зримо Они проявляются Через символы Символы Производят знаки А разве Символы и знаки Это не одно и то же? Нет, конечно Ты что? Это для незнающих Все в куче Не перебивай Знаки Крутятся Вертятся Проникают в сердца Выполняют свою работу И рождают в человеках Образы Образы Мелькают вспышками Плетут мысли И выходят наружу В виде слов Создавая информационные поля Самое интересное На столе Можно разглядеть Намек На масонскую символику Незримое управление Обслуживается Вполне себе зримым Людьми Низший уровень Административный Это разного рода Правители и чиновники Полицейские С дубинками И собаками Одним словом Надзиратели Их удел Слова и законы Поощрение и наказание Политика И прочая шелуха Надзирателями Управляют технологи Те, кто явно Видят образы Подбрасывают бомбы Меняющие ход событий Знающие Куда при помощи образов Направить энергию толпы Третий уровень Орденский Князья солнца Не признающие времени Они читают знаки Управляют сознанием масс Подобны утренней рассе Вот она есть А через минуту Испаряется Чтоб появиться В другом месте На высшем уровне управления Те, немногие Различающие символы Имеющие доступ к смыслам Они регулируют план И исполняют замысел Их двенадцать Что здесь Что здесь Это нечит звездочет Звездочет не потому Что звезды считает А потому что сутками Напролет Сматривается В небесную дверь И видит то Чего никто видеть не может Про небесную дверь Можно смело добавить В копилочку К куполу Но большинство-то Живет умом и животом И противник умело Пользуется этим Внутри каждого Хранится код Когда противник Подбирается и подкручивает Все вокруг рушится Исчезает целое государство Если же все перевернуть Настроить частоты правильно Заставить массы Жить сердцем И вытянуть их Из зоны влияния Противника Все вмиг засияет А не побаловать ли нам Себя этим прекрасным вечером Чем-нибудь запрещен Пирог с сушеными абрикосами Оооо Не перестаешь удивлять Ты где такую роскошь Добыл? Да Старые друзья Вкусно А почему запрещенное? У нас летом их полно А где это у нас? Ну внизу дома Он что снизу? Ну да Что ж мы тогда разговоры затеряли? Свой привел Наш человек Будущий смыслоносец Фух Что ж ты сразу мне сказала? А можно мне еще кусочек? Можно конечно И снова наш герой проявляет заботу о ближнем Это зачем? Свою захороню Он тоже любит запрещенное Представи Ду мимо спрашивают Работаете? А они мне сурово так Работают рабы Мы трудимся Во кочегары пошли грамотные А я А ты отлеживайся пока на рыбачься еще Во кочегары грамотные пошли Да? Святые воды той реки Бросали камни Дураки И снова мы видим Солнца лампочку А мудрецы Ловили рыбу Наперекор И вопреки Я все равно не понимаю Как мы могли проиграть? В чем нас переиграли? В кастах Что? Не вы ли заменили касты Вымышленными классами? Буржуи Пролетариат Противник нашел Зияющую дыру Вытянул нужные смыслы Перемешал символы И разнес Ваше кастовое поле Все перевернулось С ног на голову Рабочие стали Завидовать дельцам И захотели жить В изобилии роскоши Дельцы решили Раз они всех кормят То и управлять должны они Воины скатились До уровня дельцов И променяли почет и славу На торгашество А жрецы? А в любой войне Если противник умен В первую очередь Ликвидируют жрецов А у вас так и произошло Кого-то убили Кого-то купили Оставшиеся единицы Забились в щели До нужных времен Ну уж очень наш нечек Похож на кубинского революционера Эрнесто Че Гевара Извечный вопрос Что делать? Поймите замысел Расставьте символы правильно Наведите порядок в кастах Каждый должен быть на своем месте Рабочий трудится и растит детей Делец питает и распределяет Воин защищает и управляет Жрец разведывает и сообщает Вот и все Все вот Чем же заняты у вас? Все ждут царя Им насочиняли предсказания Вы вернули как нужно Они сидят и ждут Когда придет царь А зачем им царь? А чтобы на него все тяготы переложить Пусть все разгребает А мы заживем счастливо Продолжим жрать в три горла И будем наслаждаться жизнью Они на самом деле так думают Понимаешь? Им не интересно заслужили ли они царя Пока наши мудрецы ловили карасей Рассуждая про эффективность кастового общества Сгу выкрали обманом И привезли к вознице Тебе больше ничего не угрожает А на заднем фоне Масонская пирамида И сверху всевидящее око Ты среди друзей Я слышал Тебя в колонии арестовали ни за что Не обижайся на всех этих мэров Пэров, премьеров, президентов Жалкие несчастные люди Они думают, что имеют власть И чем-то управляют Мы позволяем им много крость И немного рулить штурвалом На самом деле Управляем мы Используя их Князь, я солнце Какие ты слова знаешь Ты парень хороший Нам такие нужны А предлагаю я Возможно, самое интересное в мире занятие Участие в управлении ловушкой добра и зла Самая главная и мощная ловушка Несущий свет соорудил ее первой Остальные уже от нее устроились Останови любого прохожего И спроси Кто стоит над силами зла Все ответят Сын погибели Задай следом второй вопрос А кто управляет силами добра Уверяю тебя Все скажут Сын Божий Они смотрят И не видят Слушают Но не слышат Разве где-нибудь Хоть где-нибудь Написано Бог Это добро Нет Не написано А что же написано Что кричит с каждой страницы Во все голоса Бог есть любовь Между тем И силами зла И силами добра Управляет Деница Князь мира сего Тот ответственен За исполнение замысла И исправную работу ловушек Вот вам и расклад Добро и зло Самая первая ловушка А создал И управляет ей Деница Несущий свет Это тот же падший ангел Люцифер Он же Сатана Спасибо за доверие Но я никогда не буду Управлять ловушками Скажем так Я не мешал этому Но его же похитили Похитили Пусть выбирается Думаешь Его одного похитили? Многие хотят выбраться Из плена Но скитаются Похищенные По врагам и болотам Немощные Перебитые Жалкие Жатва началась Время последнего наступления Поздно отсиживаться В безопасных окопах Побывает в стане противника Наберется опыта А я помогу выбраться Сга Сидя в плену у масонов Играется с весами Ложа груз То на одну чашу То на другую Но выбор свой Он уже давно сделал Улыбнись Видео азарм Что нос повесил Нежда угостей Да почему? Рано или поздно Встретились бы И то верно Для тебя не рад Разве вам радость требуется? Или приглашение? Приходите Куда и когда захотите И тут ты прав, человек Все так близко? Ну Ты заставишь Что? Успел к этому миру привыкнуть? Да нет Успел Успел Но кричите мир плох И несправедлив То печалитесь Чудаки Что будет потом? Новый мир Такой же И красный И ярост Опять все сначала? Разве было по-другому? Никогда такого не было И вот опять Елиазар в пылесосе Это образ узника Посвященного в замысел Ибо он знает С кем разговаривает И как все устроено Но пока Елиазар остается темной лошадкой В этой части трилогии Мне понравился один комментарий Елиазар Это святой дух Закрытый Забытый Одинокий Пылесос Это аллегория храма Но он внутри разрушен Там нет никого Ни одной души Боас И яхин Это два медных Латунных Или бронзовых столба Которые согласно Библии Стояли в притворе Храма Соломона Первого храма В Иерусалиме Эти два столба Также всегда Отождествляют с масонами Ибо они Их толкают Свою символику Везде Из разговора Понятно Что мы увидим Жатву воочию Или перезагрузку Это кому Как больше нравится А тем временем Появляется новый Пока непонятный Персонаж Мужик Который начинает Движение по звонку Он волочит за собой Флягу Прикованную Цепью к руке Погостил Пора выбираться Оттуда А что там Мархал Ему и врата Междумирия Безнадобности Сейчас он преподат СГЕ урок О том Что ключ Любой идеологии Это мечта Средней досягаемости Чтоб не слишком далеко И чтоб не дойти Ключ любой идеологии Мечта Все идеологии Искусственны Созданы для того Чтобы отвлечь От настоящего пути Заменить естественное На придуманное Заманить в ловушку И увлечь в игре Целые народы И цивилизации Человеком Подбрасывается Мечта Средней досягаемости Так, чтобы не слишком далеко И чтоб не дойти Мои люди стояли На дверях Круглосуточно Здесь не обошлось Без Архала А вот вы Противоветры могли бы И поставить Что? Ты меня поучить решил? Учиться никогда не поздно Дальше за меня Расскажет твой знакомец Только про абрикосы С ним ни слова Он много лет провел В темноте За то, что абрикосовую косточку В кармане нашли Даже сейчас Рана не заросла Это последнее Упоминание абрикосов А посему Трактовка Причем здесь Абрикосы? Это самый часто Задаваемый вопрос От зрителя Так вот Запрет на абрикосы Это самое абсурдное Что может быть В Донецке В городе В котором снимался фильм И все Ну или почти все Участники проекта Родом с тех краев Запрещенные абрикосы Это жесткая пародия На запреты Ибо абрикосы Растут в Донецке Прямо на улицах Тебя отпустили? Меня забрали Иди за мной А чем здесь пахнет? Чем-то таким Сера Не пахнет, а воняет А почему воняет серой? Потому Все, что мы здесь За века настроили Цветами пахнуть Никак не может Поэтому не перебираем Дышим, чем есть Витязь Что? Он давно здесь сидит Окаменел Не помнит, куда идти И за что сражаться Что это? Камень выбора Три идеологи Налево наше Там все общее Но твоего нет ничего Направо их Все спорят У кого кровь вкусней Да нос ровней Прямо мое Там каждый сидит За личным забором И кричит Что свободнее всех Теперь он спит Никуда не идет Называет это патриотизмом И думает Что так долго протянет Витязя постоянно Уводят в разные стороны Лишь бы правильный путь Не заметил И сходил всюду Чуть не погиб Всего и стерзали Мечты нет Внизу никто не знает Куда идти Все ждут А ввось вихрь Враждебный эстив А ввось пронесет Не пронесет Сидеть на месте Верная гибель Наши дураки Рвут глотки Доказывая Какая заподня лучше И никто не видит Что кроме влево Вправо Прямо От камня Есть еще два пути Вниз И вверх Но это уже Восьмера воззрений А не идеолог Противник ушел вниз И потащил за собой Идти вниз комфортно И сытно Почти все туда рванули У нас же Только одна дорога Через камень Вверх По тонкому канату Пока этого пути Никто не видит Небо заставит Даже высоколобых умников Увидеть и понять Куда идти Ты скажи Как их всех убедить Не надо никого убеждать Уговаривать Делаем свое дело Остальное устроит канцелярия Покажем образец Как вообще все может быть Запустим символы Все само Сдвинется Рычаг Момент силы А вот дозорный Как раз запускает символ Как сказал Илья Азар И символ этот очень древний Николай Рерих В 1929 году Поместил его на флаг И назвал Знамя мира Для водружения Над учреждениями культуры Предназначенный Согласно пакту Рериха Защищать их Во время военных конфликтов Также его трактуют Как единство прошлого Настоящего и будущего В круге вечности Еще Как триединство мира Материя Информация Движения В ведической традиции Можно трактовать его Как единство трех миров Нави Прави И Яви Еще этот дорожный знак Глухой водитель Что тоже весьма интересно В общем этот символ Такой же древний Как и звезда Велеса Ночь сварога закончилась И это утренняя заряда Перед расцветом Время собирать камни И запускать символы Добыл что хотел Добыл Может все же откажешься Я доберусь и подкручу Они все поймут И начнут жить достойно Все вокруг расцветет Представь Все заботятся Берегут друг друга Биллиарды творческих людей Никто никому не завидует Никто никого не проклинает Только творчество и созидание Этот мужик с канистрой Есть образ прихода Эры Водолея И окончания Эры Рыб А кто такой Архал Он главный медведя Нет Как бы тебе объяснить Мы сами по себе Постоянно скатываемся К поражению Когда кажется Что все пропало Еще шаг И медведь погибнет Появляется некая сила Не отсюда И все разворачивается В победу Вот это и есть Архал Видно нас там Безмозглых и чумазых Шибко любят Раз в последний момент Присылают Архала Ты встретил невиданное животное Как определить Кто перед тобой Хищник или травоядный Ну Хищник или платоядный Отряд плацентарных Млекопитающих Состоящих из подрядов Так и успел Набраться глупостей Нужно на все Смотреть пятнами Без подробностей Иначе ничего не увидишь Солнышко светит Желтое пятнышко Травка зеленеет Зелялное пятнышко Понимаешь? Все проще У хищника глаза находятся На передней части черепа И направлены прямо Чтобы преследовать жертву У травоядного же Глаза находятся по бокам Чтобы вовремя заметить хищника Скоро начнется Все готово Как всегда Что делать Пропустите Я обещал ему Открыть Что нужно строить И посвятить В замысел А кого нет? Не трогайте Отдай его мне Я ему так Откручу Он сказал Не трогайте Архал Сидя перед Всевидящим Око Дает распоряжение Масонским столбам Как же Все запутано Ничего не понимаю Мы на месте Но здесь ничего нет Я видел источник В раннем детстве Это такой огромный завод Не могли же его уничтожить Без источника Внизу бы все рассыпалось Может его перенесли Возможно Что свой имеет ввиду Источник жизни О котором повествуется В славяно-арийских ведах Это устройство Компенсировало Отрицательный Эволюционный Перекос Появлявшийся У землян Во время Так называемых Ночей Сварога Мне знакомо это место Кажется я был здесь раньше Они называют это Дежавю На самом деле Все что происходит сейчас И будет происходить Уже произошло И записано Только мы этого не знаем Память отключена В системе Время от времени Происходят сбои Информация просачивается В виде вспышки Воспоминаний Дежавю Вот и все Ты ошибаешься Я точно знаю Что мы пришли На место встречи Врата открылись Лишь когда Закодированную мелодию Проиграл Избранный Сга Ведь до этого Свой сыграл мелодию А врата Не открылись Что потерял здесь Смерть Может приглашал кто Смерть Иофир Не звали сюда Эту кучку Гостей и нервов Не было такого Бас Не звали Он сам Приберся Смерть Смерть Вы лебеди Изразные Постройки Кто мешает Узнать Что нужно Строить Кто не дает Понять Грандиозность Замысла Может мы Иофир Это мы Мешаем Двуногим Насекомым Оставить Болото И стать Творцами Нет Бас Они Сами Городят Что попало После Сами Все Рушат И ищут Виновных Ты Слышишь У нас Другого Материала Нет Работаем С тем Что вы Направляют Перерабатываем И возвращаем Вниз Исполняем Любые Ваши Желания И мечты Кто Женоват Что они У вас Насквозь Такие А ты Задумывался Что будет Если Разгрузить Вас От тяжести Убрать Пороки Что будет Если Притратятся Войны Если Мы Свернем Ловушки Вы Же Сожрете Все Вокруг А потом Приметесь Доедать Друг Друг Вам Же Всегда Мало Ты Видел Что Бывает Когда Они Расчеловечиваются Тебя И таких Как Ты Первый Не Пришлю Гвоздями Креста Нет Потом Конечно Назовут Вашими Именами Проспект И Бульвар Но Раскнут Как Пить Дать Буду Верен Мальчик Увидит Все Что Задумано А для Тебя Проход Закрыт И Не Понял Ничего Но Разговор Кончен Еще Не Поздно Поздно Будет Когда Солнце На Западе Зайдет Водолея Вот и вступила в силу эра водолея, но я трактую эту сцену так. Дмитрий Зочи в своем фильме вылил стока воды, что нам все вместе ее в кучу. В фильме невероятно много масонской символики и даже логотип канала в виде буквы М. Отсюда возникает резонный вопрос фильм снимали масоны? Ну уж эти масоны. А что только масоны видят очевидные вещи. У нас здесь над Донбассом открытое небо. Все давно все видят и знают. Приезжайте, убедитесь. Мне понравился один из комментариев. Весь фильм концентрат. Обычно говорят, в нем есть какая-то изюминка, а тут все блюдо изюм. И да, думаю, что это будет трилогия, в которой ты, да-да, ты лично можешь сняться. Заявки на участие в проекте есть в группе Донфильм ВКонтакте. Ссылку на группу я оставлю в описании. Фильм о том, что наша жизнь игра на нескольких уровнях, которой руководит дирижер по некоему замыслу, а за доской играют смыслоносцы. Главный герой СГА – это избранный идущий, который держит путь развития и преодолевает различные ловушки системы, чтобы сократь в итоге в роли будущего смыслоносца за фиолетового медведя, олицетворяющего собой Русь-матушку. И этот медведь уже при смерти. Ибо мы, те, кто в нижней колонии, не можем даже хоть чуть-чуть постараться, чтобы все вокруг расцвело, хотя все нити идут от нас. Для кого-то этот фильм станет полным откровением, для кого-то подтверждением образов из его собственных умозаключений. А кто-то, как всегда, скажет «А что вы там курите?» «Что вы курите?» «Курим мы то же самое, что и едим. Едим мы абрикосы, курим мы тоже абрикосы. Рекомендую попробовать. Эффект просто ошеломляющий». Мой вердикт таков. Матрица нервно курит в сторонке после осознания всего замысла. Удачи тебе, Сга. Я знаю, что ты сделаешь правильный выбор, и медведь выиграет на этот раз. А ты, зритель, поделись роликом с близкими, оставь отзыв, не ленись. Подписывайся на канал Донфильм и на мой скромный контент тоже. Все ссылки в описании. И да пребудет с нами сила прошлых воплощений. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok